Ну что, друзья, всем большой привет! Сегодня я расскажу, почему я люблю свой станок, вот этот маленький 20M8, в чем его, собственно, плюсы огромные, не знаю, из-за чего я готов с собой возить везде и всегда. Сейчас у меня, кстати, есть такая тема интересная, что я, в принципе, буду теперь брать с собой на все поездки, где там буду уезжать на 3-4 дня, я свободно брать данный станок и буду гравировать некоторые изделия. Плюсов у него дохрена, на самом деле, оказалось, есть маленький минус, но это минус, который будет для вас огромным минусом, для меня это является только плюсом данного оборудования. Начнем по порядку. Первое, это компактный его вид, то есть все, что находится связано с лазером, находится в этом блоке, то есть это весь сам по себе станок, то есть ему больше ничего не надо, кроме блока питания на 24 вольта, подключение с тыльной стороны, чтобы понимали, происходит через разъем Type-C, то есть этого более чем достаточно. Если вы планируете подключать сюда педаль, либо поворотную ось, то есть специальный сервисный разъем, через который мы подключаем все необходимые нам приборы, то есть вот, собственно, сам есть станок. Здесь работы, сложности с данным источником вообще никаких нет. Второй огромный плюс, чтобы понимали, сейчас у нас станок включен, сейчас мы будем выполнять заказы на авито. Слышу такую часто дичь, авито не работает. Вот аналогичная ситуация у меня с женой. Сегодня мы приехали через, то есть на два дня мы уезжали, приехали домой, я открываю ноутбук на авито, больше 15 висит заявок. Это немного на самом деле, но в целом из них уже оплаченных, именно по авито доставке идет три заказа, то есть их надо выполнить и отправить. И есть некоторые заказы, связанные с жетонами, допустим, тоже надо сделать, выполнить и отправить. Собственно, вот вся ситуация в том, что сейчас приду, запущу на нем, сделаю сразу жетоны, которые будут делаться быстро, до одной минуты. То есть процесс запуска, я вам покажу, когда делается, здесь ничего сложного на самом деле нету. И тут же выполню, допустим, в последующем это заказы, связанные с зажигалками. Я сейчас ни на кого ни на что не мотивирую, ну вот, собственно так. Минус данного станка – ценовая политика. Ценовая политика на данный момент составляет в районе 350-360 тысяч рублей. Это у нас идет октябрь 2023 года. Откуда такая цифра взялась, без понятия, но такая цифра она есть, потому что здесь, во-первых, ну, самый главный геймер в том, что данное оборудование, опять же, смотрите, вот этот блок, у него не стандартное крепление по болтам, то есть вот они снизу. Вот эта вот акриловая плашка была сделана отдельно, двухслойная, то есть здесь идет фиксация на гаечке по тай, то есть есть возможность передвигать вперед-назад его. Ну и, собственно, к основному корпусу крепится через обычные винты типа М4, шаг 1. Охлаждение – два вентилятора, которые дуют через весь корпус и выдувают по бокам решетки. Решетка 1 и решетка 2. Вся часть оптоволоконная находится вот в этой нижней части, собственно, выходит и здесь у нас вставляется, будет видно кому-то маленький-маленький, вот здесь вот коллиматор находится, вот здесь вот такой размерный раз большой палец. Собственно, это все, что есть в данном станке. Сканатор идет навесной, стандартный, который идет от фабрики-изготовителя. Если мы меняем на сканатор типа Сина Гальва, ну что-нибудь там типа SG-7110 либо RS-7110, неважно, то требуется ставить дополнительную переходную муфту. К сожалению, сейчас их пилят отвратительно, поэтому даже сам буду делать, это будет тоже не особо хорошего качества исполнения, сама муфта переходная. Ну и начинаются последующие действия – это подключение сканатора и, соответственно, отдельно блок сканатора, плюс кабеля, которые будут идти. Соответственно, в пачке, в массе ко всему придется ставить еще дополнительно блок снизу. То есть, под вот этим вот столешницей придется ставить именно блок, где будет находиться блок питания для сканатора, блок питания для самого источника. Это занимает место немного там условно, скажем так, но все равно надо выделять место. Поэтому здесь уже про компактность не идет речь. В данном случае у него вес, по-моему, порядка 8 килограмм всего лишь. При его характеристиках, то есть, сила импульса в миллиджоулях 1,2 миллиджоуля идет, частотный диапазон от 1 до 4000, Q-пульс максимально, по-моему, 350, но я не работаю больше 200. Собственно, опять же, данный снот у меня работает на линзе 174 на 174, этого будет более чем достаточно. Резьба идет 55, шаг 1. Да, есть некоторый минус в этом плане, но, собственно, меня все устраивает. Работаю на одной линзе, не переставляю на смысл этого не вижу. Качество луча здесь отличное, поэтому по работе там с теми же самыми жетонами или с глубокой выборкой процесс происходит дольше, но оно того стоит. 3D гравировка проблем не вижу. Собственно, все остальные варианты тоже проблем здесь не вижу. Недавно тоже делал 3D гравировку, по-моему, там был Миха Николай Чудотворец, как так называется, иконка делал, тоже все офигенно сделалось. Здесь, да, делается 16 часов, но оно делается хотя бы. И еще один, опять же, из моментов, это и косяк, и плюс, и минус, не знаю, как это называть. Очень часто бывает так, что включаю данный станок, начну на нему работать, отработал, вечером вот собираюсь, просто все повыключал, ушел, утром прихожу, что-то там вот шелестит, так с легенца там еле-еле слышно получается. И я понимаю, что я забываю выключить станок, он мне остается включенным на ночь, вот. Потому что его не слышно, что он остается включенным. Это как бы идет небольшой минус, собственно. Но с этого опять же идет плюс, просто за рабочий день, за рабочую смену, вот этот звук, он не напрягает. То есть, там сейчас у нас, по-моему, давайте, даже сейчас у нас кулера стоят, получается. Ну, то есть, не видно на камеру, затем попробуем. То есть, вот они, лопатки кулеров, они стоят, не шевелятся. Когда они запустятся, будет такой, ну, легкий-легкий-легкий шелест, то есть, и, соответственно, я понимаю, что это никак не напрягает. Подключение по Type-C стандартный провод, по крайней мере, который кидает поставщик, дилер, идет на один метр. Этого шнура не хватает, можно подкинуть любой другой шнур на полтора, там, два, три, пять метров. Ну, у меня сейчас здесь, по-моему, трехметровый провод, его более-менее чем хватает. То есть, больше, чем есть, этому не надо. Вот. Ну, плюсы, по крайней мере, рассказал все его. Минусы, это только лишь высокая цена. Второй минус, это, ну, если брать, самостоятельно кто-то будет покупать, отсутствует стойка штатива, отсутствуют, вообще, возможные варианты крепления, нету переходной от этой вот муфты, соответственно, данные станки продаются просто вот модульно, блочно и больше ничего нету. Собственно, это, наверное, один из минусов, придется допиливать самостоятельно дальше. Ну, хотя, опять же, один из стрешоков, который вам предлагают, так как предлагает компания GPT, которая в начале, ну, скажем так, два года назад, она предлагала вариант, в демонстрационном видео они ставили данный станок просто на коробке на определенное фокусное расстояние, что я считаю полным бредом. Вот. Систему, допустим, крепления так до сих пор и не придумали. Только они самостоятельно допилив какие-то такие переходные пластинки. Собственно, сейчас запущусь в процессы, давайте покажу запуск процесса, как это все происходит. На самом деле, все просто быстро, станок, мы уже подключили к компьютеру через USB Type-C. То есть, USB и USB Type-C подключен. Дальше все очень просто, все очень быстро. У меня, собственно, есть такая большая база ESCAD, которую я часто использую, то есть, под разные цели и задачи. Здесь у нас идет речь про M8. Переходим в папку M8. Переходим в папочку под линзу 174-174. Это идет именно родной его ESCAD. Запускаем. Так, у нас лицензия запускается моментально. Ctrl-O. Собственно, заходим в ту папку, где у нас лежат наши шаблончики по-быстрому. Жетон будет идти в формат AWS Россия. Вот. Собственно, нажимаем открыть. Открывается шаблончик. Вот. В этом шаблончике я сейчас просто... Ну, опять же, у меня сейчас стоит задача сделать жетон с простой гравировкой. То есть, здесь я даже заморачиваться не буду. Верхнюю часть я сношу полностью. Нижнюю часть просто дублирую. Вот. И, собственно, мы указываем здесь номера сверху и позывной снизу. И запускаем в процесс гравировки. Все. Все просто, все быстро. Опять же, вот сейчас мы в помещении, в котором работает станок, при которого вообще не слышно. При гравировке будет слышно только как гравируется сам металл. Все остальное будет так же тихо. Ну, и запустится вентилятор там через минут 5 или 10. Вот. Вот считаю, что плюсы огромные в этом станке есть. Да, парень немножко замотался, конечно, в трынде с заказами. Заказы по жетонам, ну, по этическим соображениям я и не показываю. Номера жетонов, которые делаются. Собственно, параллельно запускаем гравировку Brat 2. Макет уже готовый, отработанный. Собственно, выставляем фокус. Ну, и здесь, соответственно, задача очень простая. Просто вот так вот, скажем так, пристреляться. Плюс-минус. Все еще обязательно сверху посмотрим. И это работает станок. Его не слышно, как он работает при включенном источнике. Собственно, и запускаем процесс просто на F2, то есть никаких больше заморочек. По большей степени слышно шум только лишь работы самого лазера. Ну, естественно, сейчас запустим вытяжку, чтобы нам здесь не дымить, а вы потом можете посмотреть за процессом. понятное дело, что в этой ситуации громче всего будет работать эта вытяжка, ну, и, собственно, охлаждение компьютера по саму установку, только лишь звук гравировки. Вот. Тем, кому не видно, что происходит, сверху будет, наверное, получше. Это только лишь идет выборка лакокрашенного покрытия. Потом будет идти чистка, ну, и, соответственно, в конце будет чернение. Самый долгий процесс идет чернение. Опять же повторюсь, когда у тебя работы немного, вот именно такой станочек в режиме, скажем так, оффлайн, не знаю, сидишь потихонечку, он у тебя тут тарахтит, работает, тебе приносит какие-то небольшие деньги. Говорю сразу, почему небольшие деньги? Я, в принципе, процессом вот этим вот авитовским заниматься особо не люблю. Там сейчас люди-извращенцы, они сначала начитают всякой дичи в интернете, а потом приходят тебе начинают говорить, что ты эту дичь сделал. Вот. И, соответственно, они даже не понимают принцип работы оборудования, ну, и хотят, чтобы ты им там нахерачил, как говорится, кренделей с говном и свечками. Вот. Собственно, вот такая ситуация. Ну, не знаю, пока по зажигалкам доволен, по жетонам тоже доволен. Наверное, потому что я уже на расслабоне работаю. Вот. И своим станочком, в принципе, тоже доволен. Не знаю, спасибо огромное, конечно, одному из моих подписчиков из Чехии. Вот. Собственно, благодаря ему получил данный станок. Огромное спасибо, которому я благодарен. Кстати, он тоже занимается, если что, поставкой оборудования по Европе. Кому интересно, телефон его скину. Ну, не знаю, сейчас заниматься нет, потому что он уже с ними общался на эту тему. Вот. Кому будет интересно, если что, обращайтесь. Но, опять же, все в пределах разумного. Телефон дать могу, говорю, ответственность за него нести не могу. Не знаю, что он нам сейчас делает, не делает, этим процессом занимается или нет. Ну, вот, станок, он мне, в принципе, как бы отправил для экспериментов, для тестов. Я частично за ним рассчитался, вот. Но пока вот только положительные эмоции. Конечно, первый деда год я плевался, он почему-то плохо работал. Пришлось его вскрывать, смотреть, что он внутри находится, потому что подлинный разъем был ушатан. Вот у нас этот процесс чистки. И после чистки пойдет процесс чернения. Да, самый долгий процесс это чернение на мопе. Я всегда про это говорю, ребята, когда вы занимаетесь чернением на мопах, на станках, то вы рассчитаны на то, что этот процесс будет не быстрым, но получите хороший черно-насыщенный цвет. То есть, про это я очень часто говорю. Мало кто про это слушает. Вот. Но в целом я доволен. Вот, пошел процесс, теперь он будет идти очень долго. Порядка, наверное, 20 минут. Но с тем учетом, как часто берут такие зажигалки, и тем более, если буду заказы относить в СДЭК, то я четко понимаю одну вещь, что в ближайший час мне снова не нужен. Допустим, я поставил зажигалку, он отгравирует, остановится. Потом поставлю там еще одну, пойду на обед схожу. Собственно, там, за день 3-4 сделаю себе зажигалки в запас. И, как говорится, этого достаточно. Итак, собственно, пока установка наша работает, мы занимаемся покупкой наших зажигалок. В принципе, более, чем оно выглядит достойно. Этого будет более, чем достаточно. Пакеты. И, собственно, вот так, как-то так вот. Но, опять же, установка у нас сейчас рулит и выруливает весь процесс по гравировке. Розничная, опять же, повторюсь, не оптовая. Про опт здесь речь не идет. Вот. Фишка вся в том, что есть такие же у нас электроимпортные зажигалки. Такого же плана, только лишь с подсветкой дисплея. Больше их возить я не буду. Потому что привез их под клиентов целую кучу. Клиенты, естественно, деньги сразу не дали. Но потом началось, типа, нам уже, типа, и не надо. Вот. Реализовал по низкой цене. Сейчас народ, типа, такой, давай, давай, еще больше зажигалок. Давай нам, типа, зажигалки. Готовы купить. Как бы, типа, мы только за. Вот. Потому что на Алиэкспрессе, где-то мы нашли, там цены вообще фантастические на них. А ты, типа, продал, по-моему, очень и очень дешево. И как я дешево продал, то, что я их просто слил, лишь бы вернуть свои бабки обратно. Даже в отрицательном значении. И похрен, как бы. Если цена будет, то цена будет не дешевле, чем мы там нашли на Алиэкспрессе. Вот. Поэтому с открытым дисплеем, то есть под гравировку, к сожалению, зажигалки не продаются. Так вот, в свободном доступе. Либо покупаешь, потом стираешь, заново красишь. Либо занимаешься такими вот бензиновыми. Зоро. В принципе, более чем достойные зажигалочки. Мне нравится. Вот. Собственно, раз, два. Сейчас у нас третья там догравировывается. Параллельно. Трех мне пока на ближайшем деле хватит. Вот. Вот. Будем двигаться дальше. По станочку пока, честно, что работает. Вот. Честно. И вот горе не знаешь. Счастье. Хорошо, когда счастье есть в доме. Да. Вот это называется счастье, по сути-то. Да. Понятное дело, что хочется универсального станка, чтобы там была поворотная ось. Чтобы там было 350 тысяч линз там. Всяких разных. Чтобы там было, не знаю, там. Динамический, автоматический фокус, блядь, со всеми возможными наворотами. Чтобы был там, блядь, шестикоординатный стол. Во всех позициях он там двигался. Но из практики скажу вам сразу, ребят. Когда вы берете станок под себя, под какие-то задачи такие розничные. Вот такого станка более чем достаточно. Нужно понимать опять же одну вещь. Если работать в пределах его технических возможностей, то станок отработает только на ура. Как только пойдет речь о том, что вы будете ставить эксперименты, какие-то там опыты. И их там насиловать каким-то чудесным образом. Я даже не представляю, как вообще можно оттрахнуть станок, чтобы они у вас сломались. Потому что даже вот этот станок мне пришел в чехле. В обычном. Видно было, что там где-то были подбиты углы с лименца. Сейчас, по-моему, здесь не видно, но статика бьет. По-моему, с нижней стороны было очень хорошо видно, что где-то был угол подбитый у него. То есть, ну, он шелк, соответственно, где-то стукался. Вот у нас. Кстати, вот здесь видно угол. То есть, собственно, станочек уже изначально пришел чуть-чуть хромой. Но при всем при этом он служит верой и правдой до конца своих дней. И вот я в этом горе не знаю. Касаемо часов наработки, возьмем условно два года. Ему сейчас примерно 1,8 по срокам. Но из практики скажу сразу одну вещь. Что за это время наработки на этого станка составило приблизительно в районе полутора-двух тысяч часов. Окупаемость он, в принципе, прошел, к сожалению. Долго очень к этому шел. Но я, в принципе, не грузился своими задачами определенными. То есть, там, гравировка тех же самых жетонов, розницы. Цветная, кстати, гравировка на нем делалось очень много. Я помню жетончики каждый день. Я делал по 50 штучек на протяжении, где-то, наверное, 20 дней. То есть, порядка тысячи жетонов я на нем сделал. Но с учетом маржинальности, там, где-то от 50 до 100 рублей. Пускай даже берем средний минимальный показатель на 50 рублей. То есть, 50 тысяч рублей только лишь жетонов цветных на нем было сделано с прибылью. 50 тысяч рублей. Собственно, вот как-то так. Но, опять же, повторюсь, это все напрямую зависит от вас. Насколько вы будете трудиться, стараться с данным оборудованием работать. Ну что, подведем итоги по данным оборудованиям. Станок, блин, по крайней мере, в моих целях, вот выше крыши, для домашнего хобби, для домашнего, скажем так, уюта, для домашних гравировок подходит, ну, более чем. Опять же, повторюсь, это 20-ка, которая надо относиться, как и со всеми станками, очень аккуратно, осторожно. Она работает очень тихо. Вот сейчас я с вами говорю обычным тоном. Громче работает, по-моему, вытяжка, чем сам станок. А станка от шума практически никого нет. Вот. В этом его огромный плюс. Минус то, что он приходится его докомплектовывать самостоятельно, ну, либо там делать сборку самостоятельно. А мне это чуть-чуть напрягает то, что половину запчастей у нас, скажем так, нельзя просто купить, надо их где-то заказывать, там, нарезку. Допустим, тот же самый акрил я заказывал, чтобы меня там нарезали, отфизировали, допустим, условно, в подобренной позиции. Только тогда это все дело состыковывается. Купить что-то готового, да, допустим, ну, у меня сейчас стоит там столько штатива, готовое. К сожалению, так не получится. Вот. Тут же самое переделать под сканатор, то есть под синагалеву. Это приходится делать там док доработки, поэтому я уже стал как есть. В принципе, машина себя оправдывает, она нормально отрабатывает. И сейчас, опять же, тема такая ценообразования. Все такие, бля, дорого стоит. Ребят, дорого по сравнению с чем? Вы же не будете делать гравировки там, блядь, по 100 рублей, по 50 рублей за одно изделие. Вы же будете делать гравировки минимум там 300, 400, 500 рублей. Те же самые армейские жетоны, я знаю, что люди фигачат. 500, 700, 800 рублей за один жетон. Расходников на 100 рублей вы продаете, пускай даже за 500 рублей, 400 рублей у вас маржи. Вот это дорого, да, я понимаю. Ну, я же никому ничего про это не говорю, поэтому говорить про то, что вам дорого стоит оборудование, лучше не говорите про это. Это говорите лучше по-другому. Я не могу себе это позволить, потому что у меня нет денег, потому что я не заработал этих денег. Вот это надо говорить, вот это будет правда. Когда вы говорите, что оборудование стоит дорого, это не дорого на самом деле. Это хорошая, адекватная цена данного оборудования. Это очень дорого, у меня на что-нибудь бюджетное. Бюджетное купите дремель. Я всегда советую купить себе дремель. Фирма дремель стоит в районе 30-35 тысяч рублей, если мы берем просто любой дремель, не дремель, скажем, любой ручной буравчик, он стоит в районе 5 тысяч рублей. Вот это дешево, это по карману. Я сейчас без обид, когда мне начинают писать, что там что-то дорого, ребята, идите обратитесь в лазерный центр, в шарп лазер, там другие компании есть. Там достойное оборудование своих денег. Оно стоит достойно и оборудование достойное. Ну, вы туда не идете почему-то. Ищите где подешевле, где купить так, чтобы было выгодно, так, чтобы было прямо за 20 тысяч купил, через месяц полмиллиона заработал. К сожалению, это фантастические варианты, они здесь не прокатывают. Поэтому, как всегда, ребята, от вас огромный лайк по поводу станка. Я сейчас скажу, я вот прямо в восторге, на самом деле, о том, что делал. Колупасит, процессы идут, то есть, работают тихо, мирно. Для мастерской, по-моему, это самое то огонь. Честно скажу, единственный экземпляр, я больше таких знаков не привозил, смысла в этом не вижу. Есть желание, конечно, привезти их, но зная наш контингент, скажу сразу, что это будет такая тема. Вот, GPT-30LP стоит, условно берем, 280 тысяч, а этот стоит 350. Ооо, нет, это дорого. Дорого, да, не покупайте. Есть GPT-30M7, там 330 тысяч, допустим, стоит. Покупайте его. Блин, в чем проблема-то? Это, как сейчас пойдут, жаловаться в налогу, и, блядь, вот вы там налоги берете, это очень дорого там. Как знаете, мне тоже пишут, типа, почему налоги, если покупать официально с документами, то почему берут не 6%, а почему берут 8-10%? Никто же никогда не сталкивался с этой системой, никто не говорит, что 6% берется налогом, процент, если оборот, больше 300 тысяч рублей, 1,5%, если ты хочешь бабки вывезти с банка быстро и оперативно в наличие. Никто же не говорит по поводу там страховых взносов, и в итоге получается, что ты в год платишь там налогов не 6%, а платишь там минимум 8-9% налогов. Вот, поэтому в этой сфере такая тема. Кто не шарит, тот лучше молчите, честно. Я когда в эту тему влез, я понял, что ну его нахер. Продавать лучше честно официально, самый лучший вариант это вот продал, забыл, страхов нет, спишь спокойно и улыбаешься. А станки, да, вот есть то, что есть. В принципе, свои нюансы все. Наработки есть, рассказал, показал. Честно скажу, вот сейчас вот меня сегодня отрабатывают. Для понимания давайте так параллельно покручусь. Система CCD, Vision стоит. Стоит. Объясню сейчас, почему она стоит. Потому что я с дуру за неделю перехерачил все возможные свои заготовки. Брелоки, ножи, крючки, все что можно. За неделю я просто перелопатил. То есть он мне отработал неделю по 10 часов в день. И я не знаю, что туда больше совать-то. Обычно у меня полтинник стоял, молотил там каждый день по 8-10 часов. И была какая-то работа. Продукция выпускалась в день по 600 жетончиков. Те же самые ножи там делали тысяча-полторы. Крючки там делали условно по 800 штук. Этому закинули 2-3 часа, готово. И вот он прокручивает, прокручивает. А сейчас стоит все что можно было перелопатили. До смешного дошло дело, конечно. Я не знаю, просто прикол какой-то. С одной стороны хорошо, с другой думаешь, а чего еще загрузить-то? Раз он такой работящий. Ладно, ребят, сегодня не буду больше отвлекать вас. 20M8 от компании GPT рулит. Ну, мне нравится, честно скажу. Это мое личное мнение. Я цену вам озвучил. Говорю сразу, цена вот такая она и есть. Она не изменится никуда. Это факт. Все. Всем пока-пока.